Добрый день, друзья! И сегодня поговорим о заработке на YouTube за счет монетизации. На примере своего канала я вам покажу, сколько можно зарабатывать на 1000 подписчиках, на 1000 просмотрах и, допустим, на 100 часах показа вашего ролика. То есть посмотрим соотношение дохода к разным величинам на канале. Конечно же, канал маленький, то есть данная выборка может быть слишком маленькой для глобального анализа, но все же это будет, даст вам какой-то ориентир маленький. Значит, возьмем калькулятор и наш доллар 49 разделим, допустим, на 1.6091. Это количество подписчиков. То есть в среднем каждая 1000 подписчиков приносит 88 центов за 28 дней. Теперь посмотрим по просмотрам. Это 7283. Поделим доллар 49 на 7283. То есть каждая 1000 просмотров приносит 20,5 центов. Теперь возьмем просмотр в часах. Это 359,2. То есть каждая 100 часов просмотра на вашем канале приносит 41 цент за 28 дней. Но все это очень субъективно. Если зайти в закладку аудитории и посмотреть, кто же все-таки смотрит канал, принося доход, то без подписки мы обнаруживаем 99,1%. То есть подписчики никак фактически не влияют на просмотр. На всего лишь 1%. Если зайти в закладку дохода, то здесь мы видим расчетный доход. Это примерный. На 1000 просмотров фактически. То есть это за последний какой-то период. И расчетный за 1000 показов. Почему они так сильно разнятся? Это потому, что скорее всего Россия была отключена от монетизации Ютуба. А мой контент русскоязычный, поэтому в основном смотрит его Россия. Если по месяцам посмотреть, то вот февраль допустим 4-3. И потом дальше резко упал. То есть грубо говоря, их там в конце марта отключили от монетизации. Так что, как вы видите, от количества зрителей в основном не зависит ваш доход. А доход зависит у вас от его просмотров. То есть количество показов коммерческой рекламы, соответственно, увеличивается количество показов. Вот они показы. Отображаются средняя длительность. То есть чем дольше смотрят, тем больше рекламы они, скажем так, могут посмотреть или пропустить. Ну и соответственно действия самих зрителей. То есть если пропускают рекламу, значит меньше оплата. Если смотрят, значит больше оплата. То есть влияют просмотры, показы коммерческие, а не количество подписчиков, как многие думают, ошибочно. Что ж, друзья, надеюсь это вам помогло немножко осознать, что влияет на доход. И в дальнейшем это поможет вам развивать ваш канал. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте ссылочки на свои каналы. Мне тоже будет интересно посмотреть на ваши каналы. Удачи, счастливенько. Подписка, лайк. Субтитры сделал DimaTorzok